Дорогие друзья, вот на Кубке Малого Слива номер 3 на стоянке у стенда Константина Абрилова, предыдущего победителя прошлого года с женой выдержанной и Романа Панина третье место за Черно-Смородину. Роман, что-то в прошлом году одна номинация была? Да, Черно-Смородина это ароматизированный водки на эти места. Вот она. Да. Вот сейчас Андрей попробует. Сейчас я буду ее дегестировать. Запах. Причем этот пшеница не соложен. Мука пшеничная и смена сладкая. Очень. Я даже не могу сразу сказать. Да то. Какие? Черно-смородины. Черно-смородины, да. И возможно чуть-чуть черно-смородиновым листом. Сейчас мы попробуем это на вкус. Да. Чистый ячмейц, чистый солод здесь настоящий. А по вкусу черной смородины. Берегите себя, пейте лучше. Смотрите, как Роман оформил в этот раз свой стенд. То есть у него виновник называется первая банка. И он оформил все свои напитки в пол-литровых банках. Наливает он вот. Раньше так сгущенку пробивали две дырки и выпивали через край. Совершенно верно. Вот. Маленький товар. Вообще, Роман, я так понимаю, судя по вашему видео в фейсбуке, у вас оборудование, часть это от дистилляруса. Да, совершенно верно. И по-моему... Доктор Градус. Доктор Градус? Ну не очень было видно, я думал, что это ХД. Нет, нет. Непрерывная бражная колонна Доктор Градус. Это еще дом-перегон. У меня, по-моему, какая-то автоматина что-то есть там. Но в основном это дистилляр. А какой объем больших кубов? Что еще раз? Объем больших кубов какой? 50 литров. 50 литров? Потому что на видео я думал, что это литров 150. Нет. Там есть паровый динокотер, 100 литровый. С паровым динокотер. А перегонный динокотер для второго динокотер, перегонный динокотер, а не с литровым динокотер. А еще есть... Вот то, что стоят в рубашке, это как раз непрерывная бражная колонна. А внизу у нее 50-литровый. Бачок для парогенератора. Ну а вот непрерывная бражная колонна с парогенератором, она какую скорость дает погона на браге? Там знаете как? Вы имеете сколько? Скорость выхода. Честно скажем, никогда не замерял. Ну примерно плюс-минус лапать там. Потому что считается, что бражная колонна дает большую скорость. Да вы знаете, там все зависит от мощности на самом деле. Я вот честно никогда не замерял, но в среднем погон где-то в районе 6 часов будет занимать, я перегоняю, при нагреве 3 кВт мощности, где-то в районе 20 литров я получаю. За 6 часов 20 литров сырца? Да. Да, в СМССССР. Ага, понятно. Но там, вы понимаете, опять много таких моментов, которые можно повлиять на погоду. Мы, например, можем увеличить подачу через перистальтический насос. Вот. Мы получим более, так скажем, у нас температура упадет в колонию внизу, но у нас упадет более крепкий напиток. Вот. И он будет более тонкий и стройкой идти. Либо мы наоборот, доставляем так, чтобы температура не опускалась на ближайшие 100 градусов, и будет идти струя в палец, и при этом спиртозность будет там в районе, ну грубо говоря, там 45-50 градусов. Ну вот для сырца из Браги это возможно? Я скажу так. И хорошо? Я скажу так. Непрерывная праздная колонна имеет свой смысл, если у вас хороший объем ее праги. Ну, это да. Если вы ставите, там, поставите себе, грубо говоря, там, 50 литров раз, там, хоть месяц, если она взяли точно много. Во-первых, она и стоит денег немало. Нет, согласитесь. Ну, здесь именно для объема. Вот. Если еще поставить туда фарогенератор, вот сейчас здесь у нас Андрей есть, с Кронштадт. Климкин? Климин. Что? Климин Андрей. Нет, 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 нет. Сейчас скоро, насколько я знаю, у дистилляруса как раз выйдет, вот именно парогенератор. то есть не будет стоять там емкость. Ее не надо будет греть. Там уже принцип работает. Также в этот фарогенератор будет непрерывно подаваться вода. То есть мы ставим, например, тон в браге. Рядом ставим этот НБК. И этот тон у нас будет, то есть пока тон у нас все не выглядит, вам не надо останавливаться, менять воду, то есть непрерывный процесс будет совершенно. Вот. Сейчас у нас получается вот, мы себя ограничиваем как раз вот емкостью нашего труда, которая нагревает воду. Варогенератор. Да, да. У нас вода закончилась, все. Мы приходится останавливать процесс, то есть опять воду заливать, опять кипятить. Там процесс будет без остановки. Это для больших объемов. И все-таки еще скажу, продон отличается очень сильно. У меня это средство, который получен. На НБК его возьмем тоже в брагу, и его объем, например, через пару водяной котелок. Совершенно по-разному. То есть через НБК получается лучше? Я не скажу, что лучше. Я не скажу, что лучше. Они просто разные. Вот так. Например, что скажут почта, это тот же сахар, даже самый простой сахар. Он менее, так скажем, сильно пахнет. Как скажем, нет в этом самокольнице, он теряет с сахаром мало. Он такой более нейтральный. Вот. Тот же яблочный брендинг. То же самое через него. То же самое. У меня даже в прошлом году было два образца, с сахарами дома, с сахарами на Курне. Тот, которые получили средства на НБК, и тот, который на ПВК. Два совершенно разного. Они оба имеют место на существование, но они разные. Конечно. Ну что, удачи вам в конкурсе. Спасибо. Давайте подтверждайте свою значимость, как в прошлом году. Спасибо. Спасибо.